Топ-20 городов России, которым ведущие гостиничные операторы проявляют наибольший интерес, возглавили Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Владивосток. Об этом свидетельствуют данные опроса крупнейших международных и российских гостиничных операторов, активно развивающихся в России или планирующих выход на отечественный рынок. Пермь тоже есть в этом списке, правда в середине рейтинга, насколько привлекательна «Краевая столица для инвесторов» и каковы прогнозы развития гостиничной отрасли в Перми. Узнаем прямо сейчас на связи со студией РБК Пермь Павел Ширинкин, заведующий кафедрой социальных и культурных технологий и туризма Пермского государственного института культуры. Павел Сергеевич, здравствуйте, рада вас приветствовать. И первый вопрос у меня. Каковы, по вашему мнению, причины попадания Перми в этот рейтинг? Федеральные эксперты, говоря о других городах, например, Екатеринбург, Владивосток, говорят, что там Екатеринбург – столица Урала, что там богатая история, культурные и спортивные объекты. А вот Пермь, по вашему мнению, почему в этом рейтинге оказалось? Я думаю, здесь нет каких-то особых сложностей или каких-то тайных течений. Но, во-первых, город Пермь – это город-миллионер, миллионник. Об этом нужно помнить. Таких городов в России меньше, чем 20. Во-вторых, несмотря на то, что мы входим в Приволжский федеральный округ, все-таки номинально с точки зрения бизнеса, с точки зрения культурно-исторических, промышленных связей, потенциала, мы все равно будем западными воротами Урала, буквами Транссиб, пожалуйста, все равно будем одним из самых крупных городов, что называется, в восточной части Европейской России. Вот поэтому я думаю, что и выбор пусть и в середине списка. Но то, что у Перми и Прикамья – это не секрет более выгодное географическое положение, все-таки мы в Европе, все-таки мы первый город-миллионер на востоке Европейской России. Это всегда будет беспокоить Екатеринбург, ничего с этим не поделаешь. Но с точки зрения бизнеса центральной России, с точки зрения Европы, да и даже с точки зрения Азии, например, со стороны Китая, все равно Пермь, на мой взгляд, находится в более таком перспективном потенциале. Потенциал только что пока за последние годы не развивался, но то, что гостиничный бизнес может быть у нас развит не намного меньше, чем сейчас в Екатеринбурге, ну это очевидно. То есть вы считаете, что в Перми не совсем благоприятный инвестиционный климат? Нет, я считаю, что Пермь явно недооценили. Как инвесторы, так и федеральные власти, так и краевые. То есть перспектив у нас куда больше в этой части света и в этой части России. Ну вот опять же, у нас же есть такие примеры крупных проектов. Трейдисон, гостиничный комплекс, гостиничный комплекс на месте бывшей Телты, тоже достаточно масштабный проект, там, по-моему, в 2023 году планируется. Ну, я бы не стал проводить прямо пропорциональные аналогии между инвестициями, потенциалом региона, его оценкой в каких-то рейтингах и размещением крупных сетей. Дело в том, что гостиничный бизнес работает часто по немножко другим законам, он даже прямо пропорционально не связан с туризмом. Если бы речь шла о курортных, приморских территориях, тогда, безусловно, да. Здесь, я думаю, что причины немножко другие. А вот вся эта подготовка к 300-летию Перми, в том числе строительство гостиниц, экотуризм, это же тоже как-то влияет, должно влиять на развитие гостиничной отрасли. Нет, это весьма обывательские, еще раз, представления о прямо пропорциональной взаимосвязи туризма и гостиничного бизнеса. Я думаю, что, возможно, возросший интерес к прикамью в этой части бизнеса связан, я думаю, с правильной политикой региональных властей, новым губернатором. Как раз от губернатора и региональной власти зависит позиционирование региона, его инвестиционная привлекательность. И как раз выбор крупных гостиничных сетей связан как раз не с туризмом, а именно вот с правильным позиционированием, продвижением региона вообще на российском рынке вот этого гостиничного бизнеса. В целом, вот федеральные эксперты, они дают достаточно такой позитивный прогноз развития гостиничного сегмента в России. Каковы ваши прогнозы, может быть, конкретно на Пермь? Ну, в принципе, я солидарен с экспертами. Дело в том, что сейчас, не секрет, уже встречается федеральная фискальная политика, усложняется, в общем-то, это тоже всем известно, вывод денег за пределы страны. И гостиничный сектор – это пока достаточно тихая гавань. Там не так много различных проверок, требований. Значит, оков, если можно так сказать, законодательной базы. Поэтому я думаю, что развитие сектора в данном случае, опять, никаким образом у нас лично не связано в регионе ни с туризмом, ни с грядущим трехсотлетием, а скорее, значит, вложениями, инвесторами крупных средств именно вот в этот сегмент, поскольку здесь пока достаточно тихо. А деньги, как вы знаете, любят тишину. Ну вот, опять же, про потенциал, да, что все-таки делать, какие конкретные шаги могут предпринять в том числе власти для того, чтобы у нас шло развитие гостиничного туризма в Перми, в Пермском крае? Я думаю, что позитивный образ региона, образ растущего региона, этому, в общем-то, способствуют и различные культурные проекты, в том числе и известные новые художественные фильмы, которые мы ожидаем весной и вышедшие уже сериалы. Вот, повышенный интерес был московских блогеров к этому вопросу. Я думаю, что, опять же, не стоит устанавливать прямо пропорциональные связи между гостиничным бизнесом и возможным приездом туристов. Но то, что, конечно, лично у меня есть вопросы к тем, кто вкладывается в элитарную гостиничную сеть, на мой взгляд, все-таки в Перми основные туристы деловые, и все это связано с промышленностью, с садевыми отраслями, и они только при случае становятся просто туристами. Я думаю, что у них, наверное, тоже есть свои эксперты, которые полагают, что они смогут обеспечить заполняемость при достаточно высокой стоимости номерного фонда в сравнении с уже действующими отелями в городе Перми. Но, тем не менее, это позитивный процесс. В общем-то, его нельзя назвать гостиничным бизнесом в данном случае локомотивом какого-то экономического развития. Скорее, я говорю, что это тихая гавань для значительных средств, которые вкладываются в регион частными инвесторами. Но гостиничный бизнес, он многоплановый. Здесь же, как вы уже сказали, и ресторанный бизнес, здесь и развлекательный сегмент. Поэтому я думаю, что он найдет своего потребителя. И это, конечно, позитивно и для Перми, и для Перми в целом. Павел Сергеевич, огромное вам спасибо за интересную беседу. С нами на связи был Павел Ширинкин, заведующий кафедрой социально-культурных технологий и туризма Пермского государственного института культуры. И обсуждали мы рейтинг, куда попала Перми. Это рейтинг городов, которым гостиничные операторы проявляют наибольший интерес. Субтитры создавал DimaTorzok